Проповедь, испытанная временем памятники Бога, брат Уильям Марион Бранхам проповедовал в воскресенье вечером 18 августа. 18 августа 1957 года в скине Бранхама в городе Джефферсонвилл, штат Индиана, Соединенные Штаты Америки. И просто провести это по всей Библии. И вот как мы вырассматривали книгу Откровения, и книгу Исход, и Бытие. И сейчас я вернулся домой для охоты на белок. Это честно. Вот единственная причина, если честно. И, брат Рой, когда ты едешь? Завтра. Хорошо. Вот почему мне так нравится приезжать домой в это время года, значит. Потому что хочу отдохнуть. Я похудел на 9 килограмм с тех пор, как виделся с вами. Я встал на весы, когда я уезжал с этого собрания. Я весил 75 килограмм, а вернулся, весил 66. И ощущение, словно одежда болтается, как на колу. Так что я сильно похудел. И одна леди сегодня, выходя, прекрасная сестра, она сказала, брат Бранхам, помолись, чтобы и я похудела тоже. И она немного крупновато. Поэтому я сказал ей, просто берешь, живешь себе, проповедуешь до упора. Так что это чуть ли не единственное известное мне средство, которое гарантированно его снизит. Но вскоре закончатся наши беды и испытания. Размышлял о старости. Знаете, еще два года, и мне стукнет 50. Я помню, как Фрэнки Вейбер положил пожертвование. Он был всего на два года старше меня. Он положил 25 центов в свое пожертвование на день рождения. Я выпучил глаза и подумал, ого, Фрэнки Вейберу 25 четверть сотни, а мне уже половина. Совсем недолго, а? Просто не успеваешь глазом моргнуть. Мы не задержимся надолго. Как раз сегодня утром, когда наш возлюбленный брат говорил эту выдающуюся проповедь, «Я уверен, вам всем она понравилась». И когда он проповедовал, тогда мне случайно пришла мысль, и я подумал, может, Господь даст мне Писание на это? Я попросил его прочитать сегодня из Божьего благословенного слова, и сейчас я всего несколько минут поговорю, и потом помолимся за больных, как обычно. И вечером в среду, эту среду вечером, если Господь позволит, я хотел бы начать с послания к евреям, если это нормально, и послания к евреям для изучения. И потом, возможно, в воскресенье утром или в воскресенье вечером продолжить это. Потом, вечером, в следующую среду, может, снова это взять. Просто продолжить дальше проводить через Писание. И я заметил в церкви некоторые вещи, раз уж это затронул, которым, на мой взгляд, необходимо поучить, понимаете? То, где как будто есть некоторая слабина, и, думаю, мы можем это затронуть в послании к евреям, это очень хорошая глава, очень хорошее место для прочтения. Теперь, брат Невилл, я собирался, это мне в голову пришло по дороге, и здесь у меня есть только Новый Завет, и я читаю из Библии Коллинза, крупнее шрифт. Я, прожив практически до 50, приходится слишком далеко отодвигать ее от себя, чтобы читать очень мелкий шрифт. Помимо этого, здесь плохое освещение. И я выхожу на солнечный свет и по-прежнему читаю ее. Но когда свет становится немного слабее, мне приходится ее отодвигать. И врач сказал мне, что скоро мне понадобятся очки для чтения. И я спросил у него, это с глазами плохо? И он проверил их, сказал, нет, строка 10-10 это среднее, 20-20 это нормальное, а 15-15 хорошее. И 10-10 это лучшее, что он мог увидеть. Ну, а я мог читать везде, где он просил, на расстоянии. Он что-то поставил, и я стал это читать. Когда он пододвинул ближе, я стал читать все медленнее и медленнее. Я остановился, когда дошло где-то вот досюда. Он сказал, ну да, вам больше сорока. Я сказал, да. Он сказал, ну естественно, ваши глазные яблоки уплощаются. Сказал, вот, если доживете до преклонных лет, у вас откроется второе зрение, я надеюсь. Тогда вы снова сможете читать. Но, знаете, я просто размышлял, что до этого не так уж далеко, еще совсем немного. Брат Тони, это плохо, да? Нет, неплохо. Это благословение. Я старею с одной стороны, а с другой молодею, потому что направляюсь в то молодое бессмертное благословенное тело, в котором, брат, все будет в порядке там. И я только этим моментом живу. Это будет замечательно. Now, before I read the final closing text, just a word to him while we bow our heads. We believe, almighty God, that you intend for your children to be happy. Amen. It is not meant for us to be frowning and sorrowful, for it is written that a merry heart doeth good like medicine. And we love to enjoy your blessings and to have this great fellowship together. Теперь, перед прочтением заключительного завершающего отрывка, совсем коротко поговорим с ним, когда склоним головы. Мы верим, всемогущий Божий, что ты стремишься дать счастье своим детям. Не было задумано, что мы будем хмурыми и грустными, потому что написано, что веселое сердце приносит пользу, как бальзам. И нам нравится наслаждаться твоими благословениями и вместе пребывать в этом замечательном общении. И когда мы, как верующие в Твое Слово, мы говорим о Слове, вот для чего мы сюда пришли. Не только послушать послание, но поклоняться и общаться с Тобой, благодаря прочтенному и проповеданному Слову. Сейчас, Господь, Ты не разочаруешь нас. Я уверен, что Ты благословишь нас на протяжении этого времени. Благослови нашего благородного и хорошего пастора, Господь. Мы молим, чтобы Ты пребывал с ним. И как я обратил на него внимание сегодня во время его проповеди и увидел, как он улыбнулся, когда он пел эту песню «Мои беды и испытания скоро прекратятся». И те сестры, и как они пели это под навесом из веток, деревьях и на собраниях в лагере. И это произойдет в один из этих дней. И тогда отправимся в тот славный покой. Сейчас, Отец, благослови нас за прочтением Твоего слова. И уже прочли его, и освежили разум, и подкрепили сердце. И проговори к нам сегодня. И когда служение закончится, и мы разойдемся по своим домам, пусть мы скажем, не горели разве сердца в нас, когда он говорил с нами по дороге. Ибо мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Вот, при такой очень хорошей евангелизационной проповеди, какую мы слышали сегодня утром, и я размышлял, вот, вы понимаете, брат Невил говорил о перекармливании детей. Это возможно сделать. Но сейчас вечером мы коротко поговорим с церковью. Просто немного поговорим с церковью. И мне хотелось бы прочитать еще один отрывок Писания из Нового Завета. Матфея, 24 глава и 35 стих. Иисус говорит. Небеса и земля придут, но слова мои не придут. Моя тема сегодня вечером – это памятники, испытанные временем памятники Бога. И у меня есть несколько объявлений. Я как будто объявлял о некотором здесь о том, что... О собрании, чтобы начать с послания к евреям первой главы в среду вечером, если Господу угодно. Причина, почему мне приходится об этом объявлять вот так о своих собраниях, что я могу быть в одном месте, а он позовет меня в другое. Мне просто нужно идти, как он зовет, вы понимаете? Вот почему я не могу быть как брат Орел Робертс и другие люди, кто назначает свои собрания за два или три года заранее. И мы будем там. И эти видные мужи крепкой веры. Они... они... у них свое послание. Но мое послание там, куда меня пошлет Бог. Здесь ли это, там, где бы ни было, я должен двигаться только, когда Он пошлет. И это два разных типа служителей. Только тот же Бог. Тот же самый Бог. Я размышлял вчера, поговорив с молодым соседом. И он сказал, вы знаете такого-то пастора? Говорит, он такой замечательный человек. Сказал, мы с женой сидели в пижамах. И говорит, вечером, часов в одиннадцать, а он пришел, постучался, говорит, шел мимо, решил заглянуть на кофе. Видите? И говорит, он зашел к другому соседу, на другой стороне улицы, и они уже собирались спать, и туда заглянул на печенье. И просто, и потом он говорит, он изучал Библию с детьми в небольшой воскресной школе, и детей стало собираться столько, что им с женой пришлось ставить палатки на улице, чтобы разместить этих детей. И я пошел к себе и задумался. Ты понимаешь, это правильно. Вот так. Это замечательный человек. И я думаю, здесь брат Флиман, я полагаю, его сын ходит здесь в лютеранскую церковь веры. Замечательный человек. Его жена. И они замечательно трудятся для Господа. И я задумался. Я стал мыть машину и пришел в огорчение. Я подумал, почему так, что я не могу это делать, понимаешь? Ходить везде, собирать всех детей, вести за собой. Я люблю детей. И почему я не могу ходить из дома в дом, от одного места к другому вот так? И нечто сказало мне. Ты не к этому призван. Он делает то, к чему его призвал Бог. Но необходим такой, как Орал Робертс и остальные. Иисус Навин с мечом, с посланием веры и освобождения. И понимаете, такие люди необходимы. У кого будет такой тип, а у кого-то будет такой. Но все это содействует друг другу, действуя как единое целое. Это церковь Бога. Несколько минут назад разговаривал с одной молодой леди, огорченной и с разбитым сердцем. И я старался рассказать ей о том, что женщина и мужчина не разделены. Они это та же самая личность. Человек создан. Бог сотворил человеку мужчину и женщину. Это был человек. Это верно. И он разделил их по плоти и сделал их разными, но соединил их друг с другом, и чтобы воспитывали детей как одно. И поэтому мужчина крепкий и просмоленный, а женщина любящая часть человека. Так что они вместе. Это Бог их разделил. Но они оба одна и та же личность. Человек. И женщина названа женщиной. И это правильно, потому что взята от мужчины. Она часть человека. Но в жизни здесь по плоти они порознь, в духе они одно. И разговаривал о мужчинах, теряющих привязанность к своим женам, и не любят их, как когда они были возлюбленными. Как вам не стыдно? Вы не должны это делать. Она всегда ваша возлюбленная. Абсолютно. Вот какой частью она должна быть. И вы должны к ней так относиться. О, никогда не допустите, чтобы этот медовый месяц закончился. Потому что он будет продолжаться на небесах. Будем просто полностью едиными там. Это верно. Так что все, ну, кажется, некоторые женщины должны бы сказать аминь на это. Теперь, чтобы, чтобы я никогда не слышал, ты только ругаешь женщины, говоришь подобным образом. Сестра Хиккерсон, почему ты ничего не говоришь? Или кто-нибудь еще там сзади сказали? Спасибо тебе, сестра Кокс. Это очень хорошо. Брат Кокс, это для тебя, где бы ты сейчас ни был. Хорошо, так точно. И мы никогда не должны забывать о почтении друг к другу. Всегда будьте влюблены друг в друга. Никогда не допустите, чтобы это угасло. Ко мне недавно пришел парень-католик. Его жена разводилась. Он сказал, «Билли, мне не хочется идти к тебе. Я католик, а ты протестант». Сказал, «Священник меня выгнал недавно из дому». Я говорю, «Что произошло, Хэм?» Он сказал, Он сказал, ну он мне сказал, говорит, я немного выпиваю, и говорит, по вечерам, у меня тяжелая работа, говорит, моя жена считает, что я должен приходить каждый вечер и целовать ее, и обнимать ее, и вести себя так, словно мы еще не поженились, говорит, мы женаты, и у нас дети, и говорит, мы в такой момент. Я сказал, оп, подожди минуту, приятель, ты ошибаешься, ты ошибаешься, как было до вашей свадьбы, так должно быть и сейчас, понимаешь, никогда не забывай об этом, я сказал, сейчас ей 40 лет, тот момент, когда она особенно нуждается в твоем внимании. Так что у них был назначен бракоразводный процесс, и он сказал, я не знаю, что мне делать, я сказал, сходи, позвони ей, если туда пойду я, как протестант, она не примет меня, но я, понимаешь, он сказал, о, ты ей нравишься, и я сказал, это просто сходи, позвони ей, скажи, что передумал. И вот на следующий день я позвонил судье и поговорил с ним, и сказал этому парню, я сказал, я буду сидеть этажом ниже, когда судья устроит тебе разнос, я буду молиться за тебя, не говори ей об этом, хорошо. Так что я был там, молился, немного погодя, я услышал, как тот отцокая спускался по лестнице, и вот они идут, обнявшись, улыбка до ушей, вы понимаете, он сказал, я сказал, ну, привет, и он сказал, брат Бранхам, давненько мы не виделись, да, 30 минут назад, уж времени прошло с момента встречи. И она сказала, ой, пастор Бранхам, я вас так давно не видела, рада увидеться снова, я сказал, спасибо вам, что ж, я сказал, вы похожи на влюбленных. О, сказал, у нас все просто замечательно, не так ли, милая? Она сказала, да, замечательно, дорогой, и я, она сказала, заходите как-нибудь к нам, пастор. И я сказал, большое вам спасибо, я сказал, всего вам хорошего. Прошли мимо, старина обернулся, махнул на прощание вот так, это все так было. Верно, любовь побеждает все, это верно, именно только любовь. Можно получать всевозможные знамения и доказательства, но нужна просто любовь. На мой взгляд, добавить нечего. Аминь. Только подумать, о агнец Божий, кровь твоя спасает до конца, лишь через нее войду и я в небесный дом Отца. Видите, с тех пор, как верой мог узреть поток святой крови, доколе жив я буду петь о правде и любви. Это верно. О, замечательно. Теперь, испытанные временем памятники. Откуда мне сегодня утром пришла эта мысль? Это из нашей проповеди на воскресной школе, евангелизационной проповеди, где наш брат говорил об Илии. Где он хотел, эти парни, школы пророков, как они хотели построить какую-то большую школу. И мне это пришло на ум, и я размышлял о понятии памятник. Так вот, памятник это нечто видное. Памятники ценятся, и многие в этой жизни пробовали оставить какую-нибудь память. Практически все люди любят это делать. Ставят на своей могиле видный знак. Это все нормально, конечно, я это ценю, это нормально. И потом многие пытаются построить видные усыпальницы. Один из памятников, которые хочу сейчас упомянуть, находится в Огайо. И там был безбожник, забыл, как его звали. Дома где-то есть фотография, в моей коллекции. Да он так был против христианства, что захотел. После смерти поставить памятник, где он будет стоять ногой на Библии вот так, показывая пальцем вниз и говоря, долой религиозные предрассудки, и да здравствует современная наука. И когда он умирал, он сказал, если я был неправ, пусть из моей могилы поползут змеи. И когда он умер, еще не закопали могилу, как уже убили две или три больших гадюки. И сегодня на том кладбище, недавно один служитель сделал фотографию и принес мне показать ее. И на цепях вокруг его участка висят, кладбище выглядит красиво. Но его насыпь, это просто большая куча змей. Осенью и зимой из его могилы все равно ползут змеи. Памятник, Боже сохрани, чтобы у меня, когда был такой памятник или у кого из вас. So, there is memorials of them, great memorials. I'm thinking of Joshua, the mighty warrior. What a great man he was who took the armor of Moses as the leader of these two million Jews. Moses being the selected, the called out, separated for a service, And Joshua, to step in and take that man's place, was certainly a great thing to do, to fulfill the shoes of this prophet. Но бывают памятники, однако, замечательные памятники. Я думаю об Иисусе Навине, могучем воине. Какой это был великий человек, облекшийся в доспехе Моисея, ставший предводителем этих двух миллионов евреев. Моисей, это был избранный, вызванный, отделенный для служения. И, конечно, для Иисуса Навина вступить в игру и занять место такого человека, это серьезный поступок, заменить этого пророка. Могучего воина, призванного, предопределенного и назначенного Богом. За 400 лет до его появления Бог сказал, что он освободит и он посетит их. И вот каким воином был Моисей. До Иисуса Христа никто не мог полностью заменить Моисея. И он сказал сам, Господь, Бог ваш, поднимет пророка среди вас, подобного мне, и будет, если не послушаете этого пророка, всякий, не послушавший этого пророка, будет изглажен. Хорошо. Теперь, этот замечательный памятник. И Иисус Навин подошел к реке, и после смерти Моисея его место занял Иисус Навин, и Бог был с Иисусом Навиным. И он сказал, сейчас осветитесь, выстирайте свою одежду и отделитесь, и не подходите к своим женам. И на третий день Бог кое-что совершит. О, я как-то вечером на воскресных служениях, я хочу проповедовать о том третьем дне и показать вам, какая в них сила в этих трех. Сегодня утром я упомянул в молитве, что везде было по три числа Библии. Так вот, на третий день вы увидите славу Божью. Сейчас это будет должно показать, что он твердо знал, о чем говорил, потому что он совершенно точно назвал время, когда это должно произойти. И могу себе представить, что чувствовал Иисус Навин, когда встал там перед всеми теми израильтянами. Так вот, его слово должно было быть правдой, а там находился разлившийся Иордан. Вы видите, что характер человека, познается по его делам. Дела подтвердят кто ты. Что бы ты ни заявлял, как бы ни говорил в поддержку или в опровержение, все это никакого значения не имеет. Твои дела покажут кто ты, расскажут, какой ты внутри. Каждая твоя работа проявит кто ты. И вы бизнесмены, если вы все делаете тяп-ляп, понимаете, что я имею в виду, не доделывайте работу, перестаньте. Не можете сделать как надо, не делайте вообще. Это верно. Когда приходите к Христу, если не можете отказаться от всего полностью и безоговорочно, и прийти к Христу, не приходите вообще. Но если действительно хочешь стать христианином, не прячься, покажи на деле, вот каким Бог хочет тебя видеть. И это докажет, твои дела докажут, какой твой характер. Твой характер виден по твоим делам, которые ты совершаешь. И Иисус Навин, вот, на карте стояло его слово. Да, словно древний ной. Но Иисусу Навину нужно было перейти эту реку. И, казалось, более неподходящего момента не представить. Это было в апреле месяце. А тогда в Иудее тает снег и течет вниз с гор. И Иордан полон грязи и разливается до самых лугов, чтобы полить луга Иордана. И казалось, с точки зрения математики или образования или науки, он выбрал самый неподходящий момент в году для перехода Иордана. Но Богу нравится выбирать такие моменты, чтобы доказать, что Он Бог. И мужи Божьи, верующие Богу и знающие, что Бог пообещал не бояться это делать, потому что Бог не оставит свое слово. Это так же, несомненно, как и то, что Он Бог. И когда Он сказал, первым возьмите ковчег и идите вперед, и когда ноги тех священников вступили в Иордан, не имеет значения, какой Он был бурный, и как Он разлился, Он уступил вечному Слову Бога, потому что это слово было в ковчеге. Иисус сказал, вот, небеса и земля придут, но слово Мое никогда не придет. Таким образом, Иисус Навин знал, что Его слово должно основываться на слове Бога, и Он поставил слово Бога впереди. Если бы вы, больные, находящиеся в этот вечер здесь, сделали это, вложили слово Бога в свое исповедание, задействуйте собственное исповедание, верьте Ему и провозглашайте Его, и называйте несуществующее существующим. Вот когда мы выдвигаемся вперед. Сделайте это вот так. Слово Бога проведет это до конца. И когда ноги священников вступили в Иордан, он просто раступился с обеих сторон, и вода остановилась. Вы понимаете, мощь этой ревущей реки за 20 минут нанесла бы столько, что это было бы, как наши современные большие дамбы, и дамба Колорадо-Болдер. Вот как Иордан несется там, спускаясь с гор с большой силой, и несется по тем долинам. И когда 2 миллиона метров, с женщинами и детей, в качестве там, наверное, занимаются 4-5 часов, и что вы думаете, что этот ревер бы был вверх, но Бог оставил в дамбу. Аминь. О, я люблю это. И когда 2 миллиона пеших, с женщинами и детьми, такому количеству, вероятно, потребовалось 4 или 5 часов, или больше. И что вы думаете, такая река полилась бы через край, но Бог остановил реку. Аминь. О, мне это нравится. Останавливает реки. И она не двигалась, пока они переходили. Потом Бог сказал Иисусу Навину, «Я хочу сделать этому памятник». Идите туда и пошли по израильтянину из колена и возьмите 12 камней и сделайте памятник. И этот памятник будет, когда ваши дети будут идти этой дорогой, и они спросят, из-за чего здесь эти камни, и вы расскажете им историю, как Бог остановил Иордан. Это замечательное напоминание. Однажды я надеюсь взглянуть на эти камни в ближайшем будущем там, где они по-прежнему стоят как памятник. Но потом я размышляю о другом памятнике. Какой это получился замечательный благословенный памятник? Потом я думаю о еще одном памятнике. Однажды, когда некая женщина сделала неправильный выбор, она решила не оставаться на хорошо орошаемых долинах, то есть остаться на хорошо орошаемых долинах Содома и Гоморры и быть компанейской, и жить, как все женщины, все дни. Ее выбор не напоминал достойный выбор Сары, оставшийся в бесплодных землях. Она просто хранила слово Бога в своем сердце и была послушной и любящей для своего мужа настолько, что называла его своим господином. И вот куда Бог пришел с двумя ангелами и посетил их в шатре. Но миссис Лотт, она стала очень мирской, и сблизилась с делами этого мира. И сегодня для нас это урок, что можно слишком проникнуться этим миром. И я сегодня практически уверен, что церковь в целом становится слишком настроенной на этот мир. Так вот, возможно, миссис Лотт не хотела этого делать. Когда отправилась туда, она подумала, я просто буду компанейской. Быть компанейским это нормально, но не перенимайте обычаи этого мира. Когда идете по жизни, идите, как Сидрах, Месах и Авдинага, и Даниил. Они положили в сердце своем, что не будут оскверняться, не имеет значения, что придет или уйдет. Не важно, что вся остальная церковь отступила. Что происходит, они положили в сердце своем. И они сегодня являются памятником. И мисс Лотт стендс форума меморал. И когда Бог дала ей ее последний месседжение грехи, когда Он отправил эти ангелы туда и сказал им, что в несколько часов Содом и Гаморра будут отступены. И миссис Лотт стоит, как памятник. И когда Бог послал для нее последнее послание благодати, когда Он послал тех ангелов туда и сказал им, что через несколько часов Содом и Гаморра будут сожжены. При этом она не смогла смириться с мыслью, что оставит свою жизнь в обществе, чтобы уйти в пустыню и жить, как жила там Сара. В пустыне и должна была носить обычную непривлекательную одежду женщины долины. Она хотела быть в роскоши. Ее муж стал значительным человеком в городе. Он сидел в воротах как судья или как мэр города и она хотела этой роскоши. И она не могла смириться с мыслью, что придется все это оставить. И когда она вышла вместе со своим мужем из города, она постоянно оглядывалась назад, плакала и огорчалась из-за того, что ей приходится это оставлять для отделения от такого рода смерти. Иисус сказал, полагающий свою руку на плуг и даже дернувшийся оглянуться назад, не достоин пахать. Какими нам должно быть людьми, полагающие руку на плуг и даже не не поворачивающиеся назад, но просто оглядывающийся вообще не достоин пахать. О, мы не должны отрывать взгляд и колебаться сердцем. Не имеет значения, что делают другие люди, что делает церковь, что делает сосед, что делает кто угодно. Обратитесь всем сердцем к Голгофе. Вообще не останавливайтесь оглянуться назад. У нас нет времени оглядываться назад. И эта женщина, из ее дел Бог поставил памятник всем однажды придавшим Христа личным спасителям и оглянувшимся. она превратилась в соляной столб. И она там стоит до сего дня. И она там стоит до сего дня. его можно увидеть на лугах, что женщина там стоит повернув голову, оглядывается назад, и она смотрит через левое плечо, чтобы оглянуться назад на поля. Ее сердце осталось за спиной. Все-таки она пошла на это по принуждению. И сегодня многие люди так принимают Христа. Свой выход из этого мира воспринимают как принуждение и продолжают жаждать и желать и совсем скоро возвращаются обратно. И это они уродливые памятники Божьей благодати, Божьей любви, продемонстрированной им. Вот памятники. Теперь у евреев в дни Иисуса на земле в качестве памятника имелся храм и Иисусу показали, как хорошо был построен тот храм и он сказал, для постройки храма потребовалось 40 лет, всего около 80 лет. 40 лет они высекали камни в разных частях мира, 40 лет на его сооружение. Не было слышно ни звука пивы, ни стука молотка. Но понимаете, даже Иисус там сказал, не смотрите на это. Ибо я говорю вам, что придет время, когда не останется камня на камне. Камня на камне. Прямо перед тем, как он произнес эти великие памятные слова, небеса и земля придут, храмы придут, памятники придут, но слова мои вечный памятник. Ковчег сгнил много лет назад, гробницы пророков провалились и все разные памятники разложились от седовласого времени, смывшего прочь камень. Но слово Бога остается точно тем же самым, красивым, во веки и веки, точно такое же живое и свежее сегодня для верующих этого дня, каким было в днях, когда его провозгласили. Неудивительно, Илья, сегодня утром в нашей сказанной нашим братом нам проповеди, когда они захотели построить как памятник большую школу пророков, но Илья избрал лучшую вещь, чудо Божье, поднять упавший инструмент и заставить его плавать на воде. Это было слово Господа. И принявший сегодня вечером слово Господа в свое сердце является лучшим памятником, чем любой построенный видный монумент. Недавно, когда я услышал, когда я был в Италии, я услышал о Муссолинии, и той огромной статуе в 10 с чем-то метров высотой, которую он воздвиг как памятник спорту, потому что сам был спортсменом, и я захотел посмотреть на тот памятник. И, вы знаете, его разнесло в пыль мощной бомбой. Около двух-трех лет назад я стоял там, где фараоны Египта воздвигали огромные храмы и идолов. И я, мне сказали, что надо копать на шесть метров в глубину, чтобы добраться хотя бы до слоя земли, где стояли те памятники. Я стоял там, где был Кесарь Август, где были ироды и знатные люди Римы, а я ходил по улице, где он шел по этой улице от дворца, и она находится на шесть метров под землей. Те памятники исчезли, но живое слово Бога по-прежнему остается точно тем же самым и настолько же ценно. Это памятник. Так что я скажу, сегодня, брат, твои поступки, сказанные слова отношению к соседу и твое отношение к Христу станет вечным памятником. Ты, возможно, сможешь оставить отличный дом своим детям. Ты, возможно, трудишься, чтобы оставить своим детям какие-то средства, но я больше всего стремился оставить бы им слово Бога. Такие дома пропадут. Так поступать абсолютно нормально, это хорошо, я ничего не имею против этого, но не занимайтесь этими второстепенными вещами, а важные будут недоделанными, понимаете? потому что слово будет дом развалиться и вместе с ним отойдут люди, но слово Бога воскресит их в последние дни и к тому уже даст им вечную и бессмертную жизнь обратно. И теперь, сделать такой степени Бога eternally слово я вспомнил эту старую песню, которую мы здесь писали лет ago, time is filled with Swiss translation, нот of earth unму shall stand, build your hopes on things eternal, hold to God's unchanging hand, when our journey is completed, if to God we have been true, fair and bright our homing glory, our enraptured soul shall give them и вот, чтобы обзавестись подобным богатством, нужно вечное слово Бога. Я размышляю над этой старой песней, которую мы здесь поем уже много лет, все сокровища мирские исчезают без следа, устоит лишь то, что вечно в Божьи руки все предай, коль пройдешь его тропою, Богу верность сохранишь, восхищенную душою в славе светлый дом узришь. когда вены твоего тела стынут, когда твои дети стоят укрывать и знать, что у тебя есть построенный памятник, что, дорогой, однажды папа встретит тебя на другой стороне, я лучше обладал бы таким. Когда доктор сказал, что ничего больше может быть для тебя, и я вижу моих девчонок, и я кисляю и по-другому, я говорю, но папа не твой и он будет расширить в этой земной табернике будет разрушить, я уже ждал. Когда врач скажет Билли, для тебя больше ничего не сделать, и я увижу своих детей, и я поцелую их на прощание, я скажу, но папа не умирает, он уходит на отдых в некое место, ибо если эта земная скиния разрушится, меня уже ожидает другая. Какой высказанный памятник, я лучше бы сделал это перед своими детьми, чем сказал дорогой, в этом банке у меня миллион долларов, и миллион вот там в этом для тебя, я лучше оставил бы то свидетельство. Расставаясь в песках эпохи, сможем свой оставить след, след, увидевший который кто-то свергнет гнет греха, чей корабль разбили волны, вновь поднимет паруса, совершенно верно, оставьте им как память ваше свидетельство. Как я думаю сегодня о молодом человек лежит в последние часы этой жизни. Я позвонил на его похоронах в скине поля Рейдера. Это мой хороший друг Ф. Ф. Босфорд благочестивый святой отправлявшийся на встречу со своим создателем и он сказал это самый счастливый момент в моей жизни брат Бранхом. Он сказал я так рад осознавать что увижу его что с трудом засыпаю по ночам по ночам. Я слышал о миссис Эйми Макферсон без всякого неуважения к ней замечательная женщина я вижу пятна на этом и том я вижу пятна на Смите Вигглсворте и докторе Прайсе и многих тех великих людях ни об одном недостатке я не услышал о Ф. Ф. Босфорте Боже пусть мой конец будет подобным памятник благодати Господа Иисуса Христа Недавно вспоминал Эй Говарда Кедла как он лежал на полу пьяный в дым и мухи залетали ему в рот а его дорогая мама молилась там и верила и полагалась на Бога о своем пьянице сыне Пожалуйста Уходя из этого мира он оставил свидетельство и памятника вседостаточной благодати всемогущего Бога когда слово Бога представлено ему в молитве Бог должен на это ответить Бог строит свою церковь как памятник памятник своей жертве Христос не пришел на землю чтобы умереть напрасно его смерть не будет напрасной Бог силен из этих камней воздвигнуть детей Аврааму если им не будут жить люди если они не примут его и поразмыслив и не поймут какой великий подарок Бог сделал им Бог силен из этих камней воздвигнуть детей Аврааму истина он это сделает и когда я об этом подумаю и размышляю о великой цене которую ему пришлось заплатить сейчас хороший все хотят бесплатного хотят чтобы все это сегодняшний американский стиль жизни получить все возможное за так брат стоящего за так не получишь бесплатного не бывает это верно тебе придется за это заплатить и будешь этим дорожить и Бог дорожит твоим спасением оно стоило ему единородного сына чтобы дать вечную жизнь каждому человеку и сделать его счастливым сегодня и чтобы не тратил жизнь по пустякам не на то чтобы оставить что-нибудь нашим детям не чтобы оставленное наследство было важнее спасения нашего Господа Иисуса конечно нет теперь уплачена высокая цена должно прийти испытание временем это испытанные временем памятники и единственный памятник испытанный должным образом это слово Бога безбожники пробовали избавиться от него они делали все возможное но оно никогда не придет оно никогда не потерпит крах Авраам когда он получил тот памятник от Бога у тебя родится ребенок от этой женщины Сары 25 лет он верил этому всем сердцем и отвергал все противоречащее этому потому что знал что Бог сдержит свое слово безбожники сегодня они возникают и пытаются разгромить Библию отправить в нокдаун Библию получится только остановив время всему этому противящемуся Богу миру каждому богопротивнику каждому коммунисту и кому угодно любому буддисту джайну мусульманину приходится свидетельствовать ежедневно о рождении Господа Иисуса Христа Аминь Аминь каждый раз проставляя дату вы свидетельствуете что Бог послал своего сына 1957 лет назад брат этого не получится сделать никогда не получится небеса и земля придут но слова обамы никогда никогда не придут некоторое время назад я был в Нью-Йорке поехал на небольшой остров к статуе свободы подаренной Соединенным Штатом правительством Франции много лет назад И там в руке факел мы поднялись в ту руку там есть окно и где светит этот сильный свет я заметил сбоку кучу небольших воробьев и все они были мертвыми лежали в стороне и я сказал гиду что это за воробьи они погибли от электрического тока сказал нет сэр их еще не собрали с утра сказал вчера вечером был шторм здесь в бухте был сильный шторм я сказал да сэр я об этом знаю он сказал этих малышей увлек шторм и сказал когда они оказались в этом свете они старались лететь на этот свет понимаете они просто налетали на это стекло и разбивались и сказал вместо того чтобы воспользоваться этим светом чтобы улететь в безопасность они старались лететь на этот свет они старались они старались они старались И тогда ко мне пришло вдохновение. Это же верно. Мужчины и женщины, пробующие налететь на свет Божий, они просто вышибают себе мозги. И этот свет, почему они не воспользуются им, чтобы уйти в безопасность, вместо того, чтобы вышибать свои мозги? Стараются и отвергают его, и говорят, дни чудес прошли, божественного исцеления, прочувствованного сердцем спасения. Всех этих вещей не существует. Они просто толкут воду в ступе. Пока они этим занимаются, Великая Церковь Божья, не останавливаясь, движется вперед и вверх. Приходят люди и утверждают, что они это и то, и терпят крушение и так далее. Но Церковь Бога движется вперед, и Слово Бога движется вперед. Она сделана из правильного рода материала. Недавно в Австралии, большой Австралии, находящейся под британской короной, это как Южноафриканская республика, как раз на другой стороне от Австралии. В Сиднее это большой город, расположившийся там вдоль бухты. Брат Биллер, вероятно, знает об этом больше меня. Однако, захотели построить мост, протянувшийся от Северного Сиднея в Южный Сидней. Объявили по всей стране, чтобы найти архитекторов, строителей мостов, чтобы приехали строить этот мост. Никто из них не брался за это. Никто не осмеливался взяться за него. Как только они туда приезжали, выяснялось, что на дне того моря лежит песок плывун, там был зыбкий песок, и ничем, никак было не закрепиться. И брали его пробы, и делали эхолокацию, и уходили. Они говорили, нет, мы даже пытаться браться не будем строить такой мост. Это невозможно сделать. И через какое-то время приехал один молодой архитектор из Англии. Известный человек, человек с именем, обладал хорошей репутацией. О, мне это нравится. Мне нравится, когда у человека репутация. О, ты не должен быть большим человеком. Ты можешь быть парфер, который живет в аллее, и иметь репутацию гораздо лучше, чем пултантей. Абсолютно. Ты должен быть рич, ты можешь просто иметь репутацию. О, не обязательно быть знаменитым. Можно быть нищим, живущим в подворотне. А репутация будет лучше, чем у монарха. Абсолютно. Не обязательно быть богатым. Можно просто обладать репутацией. Она объявляет, твоя репутация, и показывает, кто ты. Твоя репутация складывается из этого. И твоя репутация говорит о тебе. Этот человек пришел туда с прекрасной репутацией. Он смотрел ситуацию. Он ходил в банк за несколько дней. Он исследовал. Он тестировал. Он смотрел. Он смотрел. И после того, что он был в гостиницу, сказал, «Я возьму работу». Почему? Он сказал, «Сэр, ты знаешь, что ты возьмешь?» Он сказал, «Я точно понимаю». Этот человек приехал туда, обладая замечательной репутацией. Он исследовал ситуацию. Он несколько дней обходил берег. Он изучал его. Он брал пробы. Он делал эхолокацию. Он смотрел везде. Через некоторое время он пошел к мэру. Сказал, «Я берусь за это дело». «Да вы что?» Он сказал, «Сэр, вы знаете, за что беретесь?» Он сказал, «Я полностью понимаю». Он сказал, «Ну, этот известный архитектор, говорит, американский архитектор. И архитекторы со всего мира, строители мостов, приезжали сюда, и они побоялись браться за работу». Он сказал, «Но, сэр, я не боюсь браться за эту работу. Я возьмусь за это». Он сказал, «Я понимаю, что у меня всемирная репутация, как строитель на мостов, но я рискую своей репутацией, потому что смогу построить его». Он смотрел вперед. Прежде чем у человека будет репутация, он должен представлять, что он делает. «О благословен Господь, вот почему для ухода приготовлены небеса, вот почему нам нужна репутация христианина. Мы знаем, из какого материала состоит это здание, это верно. Это кровь Иисуса Христа в этом здании, верно». «Крапление Его кровью смыло прочь все грехи. Он вывел меня из подворотен ада и сделал меня своим слугой, значит, я верю в Него». «Вот как я перешел из смерти в жизнь, и каждый верующий совершил это, потому что они получили уверенность, и они верят в этого великого строителя и этого великого архитектора. Так вот, когда этот человек приступил к работе, первым делом он, чтобы точно знать, что он правильно делает, он стал углубляться. И он сказал, «Теперь, прежде чем мы начнем этот мост, мы должны добраться до прочного основания. Мы должны добраться». «Он знал, что внизу, под тем песком, на ложе земли, есть твердая скала. Что он сделал, как не задействовал огромные насосы, и прибыли туда, и опустили вниз огромные трубы, и он откачивал плывун этими трубами, пока не откачал его прямо до твердой скалы». «Когда он добрался до скалы, он там закрепил эти огромные анкеры и приготовил это. И он откачал для каждого». «И еще он послал и собрал вокруг себя самых лучших архитекторов, которых он мог найти, лучших ученых, лучшие оборудования. Он послал запрос и заказал сталь для своего моста». «Когда он этим занимался, он не ставил ни один кусок стали, ни один даже болт, пока это не было протестировано научно, чтобы посмотреть, есть ли в этом повреждения, посмотреть, есть ли какие-нибудь поры, где в литейном цеху, где это изготавливается и отливается, убедиться, что это было протестировано правильно. О, что! Какой это будет памятник, если его репутации как строителя мостов, если он согласился на такие трудности для удостоверения, что мост устоит? На какие трудности, по-вашему, согласился Бог, чтобы удостовериться, что это церковь в безопасности? Так точно! Вот памятник смерти Христа. Это его церковь. Некоторые люди не хотят жить этим, некоторые будут, но это время проверки. Бог сегодня проверяет людей для своих памятников. Часто люди говорят, «Ох, я в таких искушениях, да будет благословенно имя Господа за искушение, когда я немощен, тогда я силен», сказал Павел. «Каждый приходящий к Богу Сын должен быть прежде испытан и обучен, и эти проверки для вас милее и дороже драгоценного золота. Сейчас время проверки». Много лет назад, до появления тиглей, обычно брали золото, а узнать, что оно готово, и весь шлак вышел из него, и весь железный перит, это золото дураков, весь обман вышел из него, они, кузницы, били его и били его, и переворачивали его, и били его, и переворачивали его, пока бьющий не видел свое, свое отражение в золоте. Вот так Бог поступает со своей церковью, Он дает вам испытание за испытанием, проверку за проверкой, испытание за испытанием, проверку за проверкой, пока в вашей жизни не отразится жизнь Христа. Пока вы не станете миролюбивыми, трезвыми, кроткими, нежными, смиренными, готовыми, покорными, желающими, отвернете голову от дел этого мира, и посмотрите прямо на Голгофу, на того, кто кует. Часто вы думаете, что это чуждое, что есть огненные испытания, болезни и притеснения. Это происходит, чтобы вас просто проверить, убрать из вас грязь, шлак, медлительность, пробудить вас к такому состоянию, когда можно взглянуть и увидеть отражение, то есть человек сможет увидеть в вас отражение Христа, Христа в вас, надежду славы. Он проверил каждую часть. Наконец, он, прежде чем ставился болт, он его проверял. Он проверил все. Когда он все сделал, так вот, рядом стояли насмешники и говорили, он не удержится. Это невозможно. Вот что они говорят сегодня. Вот это религия Светлого Духа, о которой ты говоришь, она не задержится, это дерево сгорит. Но оно не сгорает. О, огонь лишь поливает его. Он лишь дает нам новую надежду. Он лишь, он лишь укрепляет его. Каждое испытание, проверка. Каждый раз, когда дерево задевает ветер и толкает его туда и сюда, он лишь освобождает корни, чтобы они могли расти глубже и лучше ухватиться. Каждый раз, когда к вам в дом приходит болезнь, когда к вам в дом приходит испытание, когда соседи говорят о вас что-нибудь плохое, это лишь раскачивает вас, освобождает вас, чтобы вы углубились и лучше ухватились за вечную скалу непоколебимого слова Бога. Вот как Бог добивается этого. Он посылает эти испытания, чтобы проверить вас и испытать вас в деле, расшевелить вас и дать вам заново зацепиться. Потом мы обнаруживаем, когда он все это сделал, рядом стояли критики и говорили, ничего не получится, но что? Архитектор знал, что его мост устоит, он знал, что устоит, потому что он был проверен. Вот почему Бог сказал, у меня будет церковь без пятна и порога. Аминь! Она прошла проверку и каждое дитя, приходящее к Богу, должно быть проверено. В тот памятный день, когда они должны были, когда сдвинули две части с обеих сторон, когда они встретились на середине бухты, человек, который построил его, он сказал, я не буду просить никого. Все архитекторы стояли вокруг, говорили, как только любая вибрация возникнет на этом мосту, он тут же упадет, это будет опасно. Все страховые компании отказались дать ему страховку на него. Ему не нужна была никакая страховка. Он сказал, мой мост выдержит. У него была уверенность. Так вот, он должен его проверить, потому что на карту была поставлена его репутация. Конечно, была. И если он действительно устоит, он станет памятником. Вот почему я знаю, что старомодное, Божье сердцем прочувствованное спасение устоит. На нем репутация Христа. Он не даст нам что-то для строительства церкви, ни человеческую теологию, ни какой-то школьный опыт, или построить на какой-то семинарии, как они хотели, сегодня утром, давать образование проповедникам. Настоящий проповедник приходит из семинарии Божьей благодати, Божьего призвания, и это проверено временем. Это верно. Это устоит. Бог тебе доверяет. Мы Ему доверяем. Мост будет Поэт в прошлом сказал, Мой якорь зацеплен за завесу. При каждом сильном и бурном порыве ветра мой якорь зацеплен за завесу. Мы не понимаем, что удерживает, но нечто держит. Это верно. Он закреплен там, в гавани, и есть канат спасения, удерживающий человеческое сердце, чтобы человек, в любое время родившийся заново, перешел из смерти в жизнь. Все бесы ада не смогут заставить его усомниться в этом. Там внутри нечто удерживает. Пусть его качает. Пусть его трясет. Аминь. Оно удержит каждый раз, потому что оно во Христе Иисусе. Тогда этот человек сказал, я никого не буду просить. Сказал, я пойду сам. Мэр города вышел и сказал, мистер, я действительно доверяю вашему мосту. Он сказал, если доверяете моему мосту, пойдемте со мной. Хорошо. Испытайте его. Мэр сказал, моя машина будет там стоять в то утро. Я пойду с вами. Позвонили из железнодорожной компании и сказали, позвонили и сказали, сэр, мы доверяем вашему мосту. От нас будут... Сказал, если вы доверяете моему мосту, пригоните четыре полностью загруженных локомотива. Поставьте их на мост. Если вы доверяете, пойдемте со мной. Если вы верите, что он построен и опробован, вы верите этому? Пойдемте. Идите со мной. И многие люди писали ему письма, видя его смелость. Вот чего ищут люди. Человека смелости. Никакое-то неопределенное нечто. Если вы думаете отделаться посещением церкви и словами «Аминь» время от времени и небольшими восклицаниями, записать свое имя в книгу и вернуться и жить как дьявол, ваши собственные дела доказывают, кто вы. Ваш характер это доказывает. Но Бог, этот мир хочет увидеть смелых мужчин, кого-то со смелостью, кто выделится из общей массы как памятник, спасающий благодать Иисуса Христа. Это верно. Тот день, когда начали строить мост. Все остальные отошли назад, сказали «Готовьтесь, готовьте камеру», сказали все комментаторы в новостях, потому что мост упадет. Этот молодой человек вышел туда, к тому мосту, подогнал свою машину, оглянулся. Он увидел выстроившиеся в ряд все локомотивы. Он увидел машущего ему мэра. Он посмотрел, и он увидел стоящих сзади десятки тысяч пешеходов, готовых идти с ним. Сказал «Дайте команду оркестру». Брат, когда заиграли оркестры, засвистели свистки, затрубили горны, я хочу сказать, что там создали сильную вибрацию. Но он пошел прямо по тому мосту, и он вообще не шелохнулся. Почему? Он встал впереди, потому что, если он упадет, пусть он падает вместе с ним. И Иисус Христос пришел с небес, славы и славы сюда, чтобы построить церковь. И материал, который он использует для нее, это материал, проверенный временем. Возможно, ты и вышел к алтарю и исповедал веру. Но если он обнаружит свищи и все остальное, понимаете, что мир, этот мир, вложил в тебя личинки и тому подобное, ты не пригоден. Он просто тебя отставит в сторону. Богу нужна испытанная временем церковь, а не тот, кто сегодня христианин, а завтра отступник, туда-сюда, вверх-вниз. Ему некуда тебя поставить. Но у него есть проверенная церковь, прошедшие испытания, потери, болезни, горя, смерти, по-прежнему стоящие со свидетельством. Вот такой человек. Да, вот такого человека он ищет. Бедняк ли ты? Нищий ли ты? Может, ты старьевщик? Кто угодно? Бог тебя проверит. Ему нужен материал, проверенный временем. Я верю, что однажды, когда эта замечательная церковь, тогда как наука говорит, как это поднимется, гравитация притягивает к земле. Вот теперь я себя чувствую, как старомодный проповедник. Вот что я вам скажу. Эта проверенная временем церковь однажды заявит о себе. Может, половина спит в прахе земном, я не знаю, где они, но у Бога полностью проверен его материал. Однажды он придет встать впереди. Идите за мной. Прямо через атмосферу и стратосферу, и сферы, и сферы, он пойдет в присутствие всемогущего Бога вместе с проверенной временем церковью. Это памятник его благодати. Это памятник, который Бог дает ему. Никто не придет ко мне, если не привлечет его прежде отец мой. И каждый приходящий ко Христу человек это подарок любви от Бога. И Христос его проверяет. И если он выдержит проверку, он ставит его в мост, затягивает, определяет ему место, и там его ставит, зная, что он выдержит до конца пути. Аминь! Проверенный временем материал. На этой скале, не на каком-то камне фанатизма, не на куче эмоций, не на куче церковной теологии, не на какой-то динаминации, но на этой твердой скале, слове Христа, и я построю церковь мою, и врата ада, не одолеют ее, она будет там. Она будет памятником его благодати перед ангелами. Тогда как однажды ангелы спросили его, зачем ты идешь на землю? Он вернется и представит эту церковь без изъяна, без пятна, без порока. Вот этот материал, вот изделие, его репутация, он должен это сделать. Этот строитель моста должен построить мост, он должен это сделать, или потеряет свою репутацию. У Христа будет церковь, и он должен это сделать, потому что он пришел на землю и стал плотью, и обитал среди нас, и стал грехом, чтобы мы стали праведными. Он стал нами, чтобы нам по его благодати стать им. Он пришел занять наше место, как грешник, чтобы нам предоставить свое место, сыновей и дочерей Богов, в присутствии Его Величества. Какая благодать Бога! Как мы можем говорить эти слова неправильные? Небеса и земля придут, но эти слова никогда не придут. Несколько вечеров назад один небольшой слепой мальчик-индеец, слепой с тех пор, как ему было три или четыре недели, получил зрение нормальное и спустился со сцены. Что это было? Это был проверенный временем памятник силе и благодати Иисуса Христа, благословенно Его святое имя. Проверенный временем, испытания, беды, сотрясения и рывки это только чтобы в вас обнаружить свящи, чтобы посмотреть, есть ли они там. Это Бог встряхивает тебя и испытывает тебя. Когда-то давно, великий Кесарь Август, после большой известной битвы и одержавшей Великую Победу, ему должны были устроить празднество в Риме. И он сказал им, я хочу, чтобы кто-то, чтобы кто-то вернулся, чтобы кто-то вернулся на мой стороне, когда я делаю это. И он сказал им, я хочу, чтобы со мной ехал какой-то человек, какой-нибудь достойный человек, чтобы ехал рядом со мной во время шествия. Сказал, я хочу, чтобы какой-то человек разделил со мной эти благословения. И все это объявили по лагерям, все офицеры поправили свои плюмажи и начистили свои мечи и до блеска начистили доспехи и все остальное и практиковались, как правильно встать и отдать определенное приветствие своему царю и так далее. И каждый вышел, предстал перед ним в прекрасных доспехах, когда он сидел там, на своем троне наблюдал. И подошел офицер в своем большом красивом плюмаже одни концы перьев. Встал и отсалютовал. Кесарь покачал головой. Он отошел. Другой подошел, отсалютовал. Кесарь покачал головой. И он отошел. Снова и снова, солдат за солдатом. Наконец, далеко в очереди подошел неприметный пехотинец. У него не было ни начищенного щита, ни поправленного плюмажа, но он вышел перед Кесарем. Он вообще даже не знал, как должным образом приветствовать. Но он просто склонил свою голову и отошел. Кесарь сказал, подожди минуту. Ты кто такой? Вернись сюда. Он подошел туда. Он посмотрел на него. На его лице были шрамы. И порезанный, и обезображенный, и покалеченный сказал, где ты получил эти шрамы? Он сказал там, в битве, сражаясь за моего господина Кесарь. Сказал, забирайся сюда и садись рядом со мной. Ты тот, кто был испытан и испробован. Брат, сейчас не время поправлять плюмажей. Сейчас не дни образования. Сейчас момент проверки временем. Сейчас момент, когда Бог проверяет свою церковь, чтобы обнаружить боевые шрамы тяжелых испытаний и боев, и битв. Вот кто поедет рядом с ним. Как Елисей был испытан и испробован, прежде чем он смог надеть облачение пророка. Как Елисей накинул то облачение на его плечо. Это был действительно тот человек. Елисей наблюдал за ним там, на поле, когда он пахал. Бог сказал, вот этот человек. Вот человек, который сможет носить эту одежду. Он сможет занять твое место. Благословенно имя Господа. Как его всевидящее око обходит землю, стараясь найти какого-нибудь человека, который наденет ту одежду, о которой он говорил, «Можете ли пить чашу, которую я пью? Можете ли креститься крещением, которым я крещусь?» Вы можете. Он признал истинность. Так и мы сегодня, как церковь, как церковь, вы должны одеться в одежду Христа, все оружие Христа, полный щит и малый щит и доспехи, и чтобы мы могли предстать невиновными в тот день. Он ищет проверенные временем памятники. Чтобы он мог сказать, «Вот мой слуга, я проверил его, я испытал его, я провел его до конца, как Иова». Он по-прежнему подтверждает на сто процентов. Пусть Бог будет милостивым к нам, чтобы нам поверить Богу по Его Слову и стать проверенными временем памятниками. Давайте помолимся. Благословенный Отец, мы благодарны Тебе, наисвятейшей Божией, из самой глубины наших сердец, за проверку временем. Каждое испытание. Мы не относимся плохо к ним, Господи, но мы благодарны, что Твоя благодать была достаточно, чтобы помочь нам пройти эти важные моменты испытания. Когда человек сегодня вечером, как воодушевление посетило собравшихся, когда он упомянул о благодати, когда мы дошли до этого куплета, прошел немало и оскорбей, невзгоды черных дней. Но ты всегда была со мной, ведешь меня домой. О, сердца людей воодушевились. Мы верим, что это соответствовало посланию сегодняшнего вечера, что эти немало скорбей, тяжелый труд и ловушки есть испытания временем. Это нужно для помощи христианину, такому, что исследовал себя сейчас и понял, что он остался верным по благодати Бога. Оно должно было устыдить тех, кто падает, и взлеты, и падения, и равнодушные, и беспутная жизнь. О, Боже! Даже ни одного боевого шрама, чтобы продемонстрировать битву. Мы просим сегодня, Господи, чтобы Ты осветил Церковь Своей великой святой кровью и изгладил все свящи и все слабые места и избитую резьбу. Прогони их снова через аппарат и нарежь новую резьбу, Господи, и сделай их материалом. О, вечный и благословенный Отец, услышь молитву Своего слуги. И останемся со склоненными головами. Здесь будет такой человек сегодня вечером, считающий, что Бог в эти моменты проверки еще не обнаружил Тебя верным на боевом посту. Когда возникают споры, ты тут же присоединяешься и становишься их участником. Когда приходят ссоры, когда безразличия, когда в церкви возникают разногласия, ты поддерживаешь сторону культов и клик и тому подобного. Ты слушаешь сплетни на улицах и где-нибудь? Если ты виновен в этом, у тебя сквозной свищ от дутья дьявола. Вернись к печи сегодня и переплавься, и выйди без них. Пусть Бог нарежет в нас резьбу и приготовит нас для того великого моста, который отправится в свое восхищение. Если бы здесь оказался такой человек и захотел, чтобы его вспомнили. Вы скажете, брат Бранхам, откуда я узнаю, что этот бессмертный, вечный памятник устоит? Я процитирую тебе его слово. Согласно Иоанна 5, 24, слышащий слово мое, не посещающий мою школу, слышащий слова мои и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь. Вы слышите, как его слово зовет вас сегодня? Если да, и хотели бы упоминания в молитве, поднимите свою руку, скажите, брат Бранхам, просто помолись обо мне, я хочу быть правильного рода материалом, чтобы когда Христос выведет свою церковь, не оказался, пусть Бог благословит вас, сэр. Я не буду в этом неустойчивым, чтобы он тут же поместил меня в церковь, пусть Бог благословит тебя, молодой человек. Пусть Бог благословит тебя, сестра. Я хочу быть... Пусть Бог благословит тебя, брат. Я хочу быть правильного рода материалом. Пусть Бог благословит тебя, малыш, вон там в конце. Пусть Бог благословит тебя там, мой дорогой брат. Я хочу оказаться настоящим материалом. Я хочу смочь дать свидетельство о той надежде, которая лежит во мне. Надежде. Пусть Бог благословит тебя, сестра. Это хорошо. Это правильно. Что это даст, брат Бранхам? Поднятие рук. Это знак вашего перехода от смерти в жизнь. Вот что вы показываете. Вы прямо там нарушили всякий закон гравитации, понимаете? Если бы вы были просто восковой куклой, посаженной там, вы никогда не подняли бы руку. Вы не смогли бы сделать этого. Но из этого видно, что в вас есть дух. Дух. И этот дух услышал дух Бога, обратившийся к вам. И этот дух, который внутри вас принял решение, поэтому он опровергает науку. Он опровергает гравитацию. Она поднимается вверх, показывает, что в вас есть дух, способный поднять вашу руку. Мертвый этого не сделал бы, но вы перешли в жизнь. Нечто произошло. Если вы мертвы в грехе и преступлениях, Богу к вам вообще не достучаться. Ваша рука останется внизу. Если вы не мертвы в грехе и преступлениях, и Богу возможно обратиться к вам, и вы приняли жизнь, вы поднимите свою руку. Понимаете? Показывает жизнь, принявшую решение, что вы приняли Христа. Вы перешли из смерти в жизнь. Если это было серьезно. Будьте серьезны сейчас, когда поднимаете свою руку. Скажите, Боже, будь милостив ко мне. Сделай меня тем, кем я должен быть. И я буду служить тебе всю свою жизнь. Я хочу оказаться готовым в тот день. Благословение на тебе, мой дорогой брат, там сзади. Пусть Бог благословит тебя, молодой человек. Пусть Бог благословит тебя, вон там, бра. Пусть Бог будет с тобой. Пусть Бог благословит тебя, милая. Хорошо, еще кто-нибудь. Пусть Бог благословит тебя, брат Рой. И пусть Господь пребудет с тобой. Да. Господи, найди меня достойным. Найди меня достойным. Пусть Бог благословит тебя, брат мой. Далеко позади. Конечно, Бог видит вас. Будьте рады. Еще кто-нибудь хочет упоминания в молитве прямо сейчас? Сделай меня. Хорошо. Давайте.